Персональные ассистенты, которым вдвое сократили зарплаты, решили пообщаться с муниципальными советниками и пришли накануне в мэрию на заседание Муссовета. Однако говорить было практически не с кем. Заседание не состоялось из-за отсутствия кворума. На нем присутствовали только 18 человек, среди которых не было ни одного представителя партии МАН, которую возглавляет Ион Чабан. Его советница Наталья Иксарь заявила, что все проекты еще не завершены. Сыну Агапии Габура 35 лет, и он с детства прикован к постели. Сегодня женщина вместе с другими персональными ассистентами пришла в муниципальный совет, чтобы потребовать не урезать ее зарплату и оставить пособие ассистентов хотя бы на том уровне, на котором оно было до этого. Он обещал, что будет примаром для всех. Я хочу посмотреть ему в глаза и спросить, почему он назвал нас глупыми, когда мы пришли в мороз к примарии, и почему сказал, что мы должны выйти на улицу и чистить снег. Я 21 год закрывала своего ребенка в доме и работала в ЖЭКе. Все это время я чистила улицу от снега. Однако поучаствовать в заседании сегодня решили только 18 советников, когда общее их количество 51. Люди говорят, что уже устали стучаться в двери примарии и требуют, чтобы их зарплаты не снижали вдвое. Оплатили, как прежде, 5000 леев, сумму которой и так, очевидно, не хватает на проживание. Квитанции приходят огромные. Кто-нибудь, скажите мне, как их оплачивать? Пособие на ребенка 1800 леев, а мы платим только термокому 4900. Можете мне по-человечески объяснить, как нам все оплачивать? Как мы сплотим? Есть о том, что мы дали другую. Мы можем идти к открывающим кукурузу, где будут строить репривочные, 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 которые будут строить, для того чтобы их шли у нас. Но для этого нет. Бо нам нужно работать на решение «лоградов» на нём и производство. Немножко на начале и мы можем работать, безомнений. Моженые наши люди нам могут работать. И пока около 380 персональных ассистентов остались зарплаты в 2500 леев в месяц, власти обвиняют в этом друг друга. Примырия жалуется на то, что у города нет денег, потому что Кишинев должен перечислить в государственный бюджет 23 миллиарда. В правительстве говорят, что ничего особенного не случилось. Муниципию Кишинев реформа «Рестарт» не принесла никаких последствий, кроме того, что был аннулирован этот фонд, который, опять же, не обеспечивал достаточных доходов для финансирования социальных услуг. Вот и всё. Сегодняшнее заседание муниципального совета было созвано представителями ПАС, и единственным, кто к ним присоединился, стал представитель платформы «Да» Виктор Керонда. О том, почему фракция «Примара» не была представлена на заседании, мы спросили у советника Иона Чебана Натальи Эксарь. Повестка для муниципального совета ещё разрабатывается, и когда все проекты будут завершены, заседание муниципального совета будет организовано в соответствии с законом. То, что мы наблюдаем в данный момент, скорее можно назвать какими-то политическими действиями со стороны некоторых советников. Об этом говорится в ответе Натальи Эксарь. Снижение зарплаты вдвое с начала этого месяца коснулось примерно 380 персональных ассистентов. Случилось это после ликвидации правительством фонда поддержки населения. После этого выплата зарплат легла на плечи премарии. Ион Чебан заявил, что у города на это нет денег, поэтому пособия персональных ассистентов и были сокращены в половину.